Всем привет, ребята! Вы на канале Квадронайт. Завтра мы идем в первый день в детский сад, в новый. Для нас все это волнительно, тревожно, и мы очень щепетильно собираемся. Уже без подгузников идем в сад, мы уже взрослые. Несмотря на то, что мы не до конца еще приучены в Мершкал, ну и плюс еще новая территория, новые преподаватели, дети, новая группа, они будут еще, наверное, в растерянности. Может быть, будут стесняться попроситься на горшочек. Мы даем каждому по шесть трусиков, это на день. Трое шортиков, трое штанов, три футболки, три пары носков, еще четыре подушки на каждом этапе. Хоть бы не запутаться. Завтра будет очень много записанных трусов, закаканных. Мы справимся. Еще никто не пропадал. Не ходил записанный, я думаю, нас переоденут. Мы идем здоровыми в детский сад. Да, чтобы никого не заразить. Матик за ростоплями не приходить. У нас как раз были сопельки. Я Адаму говорю, Адам, мы завтра пойдем в новый садик. Он такой говорит, в большой. Я говорю, да, в большой. Ну, ра, обрадовался. Ну, я думаю, что завтра утром будет меньше в его глазах радости. Вот такие вот сумочки. Мы их подписали. И сюда еще идет подушечка такая, зайка. Подушечку будем складывать. Значит, трое штанов, три футболки, одна футболка с рукавом, три шорты, три пары, шесть трусиков и три-четыре пары носков. И вот такая вот подушечка, потому что у них будет дремка. Дремка – это не такой прям полноценный сон, как в яслях. Здесь дети не спят. Здесь просто они называются лежакуют. Балдеют. Балдеют. То есть у них такие, как раскладушечки, что-то такое. И вот на таких подушках они балдеют там буквально час. Каждый достает из шкафа лежачок, ложит свою подушечку. И спит, не спит – это уже такое дело. Их никто не принуждает. Конечно, слабо себе представляю вообще, что будет. Я тоже. Они у нас так привыкли спать по два часа минимум в день. Да это все. Нам капец завтра будет. Они нам завтра такого устроят. Мы без сосок их поведем. Да. Соски остаются дома. Соски остаются дома. Все, взрослая жизнь началась. Вот она. Блин, ты что, надо завтра запасаться какими-то антидепрессантами. Я не знаю. Какими-то моментами. Мы не такое переживаем. Нет, это понятно. Я просто помнишь, когда мы были первый раз в садике? Ты же как раз была в прошлый раз тоже. Ну да, да. Помнишь, как они орали все вместе полчаса? А, после садики? Я это никогда не забуду. Юля еще же у нас тогда работала. Она была в шоке. Она просто говорит, шо цебуло. Я надеюсь, Лиля, она там что-то нарежет. Подписать. Короче, каждый день сидим до 12 ночи и подписываем 24 пары трусов. А то мы детей в садик собираем. Какой лагерь будем собираем? Капец, Матуре, смотри, жесть. Мама говорит, давай, я буду тебе, Марин, помогать. Марин говорит, ну сейчас посмотрим, короче. И мне Марина говорит, давай, ты тоже будешь помогать. А я говорю, давай, я буду вот так вот делать. Подушки вообще по хорошей цене, да, сколько за 8 злот? По 6. По 6 злот. По 6 злот и Пепка, это вообще Пепка. Полтора доллара. И классные торбочки. Пепка, свяжитесь с нами. Сколько можно молчать? Ждем маму, потому что оставили кепки дома. Да, сыночки? Вот наша Матусечка. Мама! Выставили кепки, кепки. Кепки, да, кепки. Зайдем в новый большой садик для больших мальчиков. Зайдите, поздоровайтесь с тетей и будем ехать. Говорите, день добрый и поехали. 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 Пришло время забирать малышей из сада. Они в хорошем настроении пошли. С энтузиазмом, кроме Ноа. Ноа так немножко плакал, испугавшись новых воспитателей, новых деток. Все, ему было ново. Он у нас мальчик осторожный, поэтому такая была реакция. Он очень быстро успокоился, его очень быстро заняли. Поэтому мы с легким сердцем удалились. Посмотрим сейчас, как они пережили этот день, нам все расскажут. Поехали. У меня тут три пакета записанных вещей. Пока собрали их, конечно, мокрые. Они разбегаются по всему коридору. Значит, что нам сказали воспитатели? Они вели себя отлично, хорошо, кушали, лежаковали. Им очень понравилось. Их похвалили. Сказали, что наши дети такие коммуникабельные, что они идут на контакт, слушаются. Воспитатели не ожидали, что все будет так хорошо. И, в общем, а мы, в свою очередь, очень рады за своих детей. Они молодцы, просятся на горшочек. У них такая отдельная туалетная комната. Сказали, что, ну, бесконечно открывает кран и сделал там целый потоп, бассейн. Замочил тапочки. Ну, в общем, это такое ерунда. А так все хорошо. Адайся, тебе понравилось в садике? Да. Да, Адайся говорит, ему понравилось. Но, Ночка, тебе понравилось в садике? Да. Сильно? Да. А ты что там, открывал водичку? Нет. А, это ты был? Да. Да? Адам берет все грехи на себя. Да? Папа, может, это ты сделал? Тебе понравилось в садике? Упил, а в садике. А, ему понравилось в садике? Да. Да. Мы, в общем, в хорошем настроении. Каюш, да? Кушать, правда, хотим? Да, мы хотим кушать, потому что в саду очень интересно. У них катеринг, они не готовят сами. Привозная еда, специальная кухня детская. В общем, они кушают, обедают в последний раз. Вот после сна, после лежакования. Лежакование, это на поисках. Все время говорю так. Ой, да ладно тебе. Не притворяйся. В общем, в час тридцать у них полноценный такой обед. И вот мы забираем уже начало пятого. И они хотят кушать. Но тоже неизвестно, насколько они покушали хорошо. Тут как бы ответ воспитателей, что они кушали. А сколько они кушали, не совсем понятно, да? Вдруг они всю свою еду перекинули кому-то. И воспитатели подумали, что это они все съели. Мы рады тому, что ребята в хорошем настроении. И воспитатели нас похвалили. Мы очень рады, что прошел первый день. Прошел первый день. Да, да. А что там? Что там, мой? Могут был хороший. Бу-бу-бу, это кто? Булочка. А, нет, мы за булочкой съезжать не будем. Мы поедем домой покушаем. И пойдем на улицу. Там Егорчик нас ждет. В хорошем настроении. Сейчас вот покушаем и пойдем гулять. Такие вот дела. Так что ура-ура. Оставайтесь с нами на нашем канале. Подписывайтесь. Кто еще не подписан. Что там? Кран. Мы очень любим смотреть на краны. Тяжело, знаете, вести речь, чтобы тебя никто не перебил. Ну, в нашем случае это нормально. Там краны, краны. Мы любим очень башенные краны, любим стройки смотреть. Все, мы вас любим, целуем. Ставьте комментарии, пишите ваши советы, которые мы не просим. Ну, как всегда, будем с вами на связи. Ваши четверняшки, пока-пока. Пока-пока. Ну, очка, помаши, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.